МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слова о бедности и неравенстве звучали от представителей Латинской Америки. Президент Венесуэлы призвал к отказу от капиталистической системы, назвав это путем решения мировых проблем. Приехавший на Генассамблею впервые за 10 лет Александр Лукашенко сразу задал аудитории вопрос, неужели, вступив в третье тысячелетие, мы не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация. Он акцентировал внимание на дестабилизации международных отношений и призвал не использовать ООН для демонстрации чьей-то силы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, так же, как и накануне кубинский лидер Рауль Кастро, поднял вопрос о сокращении мировых военных расходов. Президент Украины Петр Порошенко посетовал, что каждый день войны на Донбассе обходится стране в 5 миллионов долларов, а он бы предпочтел инвестировать эти деньги в устойчивое развитие. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Нью-Йорке, обращаясь к участникам саммита ООН, подчеркнул, что Казахстан достиг значительного прогресса в реализации восьми целей развития тысячелетия. Он особо подчеркнул, что республика сокращает выбросы парниковых газов и заботится о сохранении биологического разнообразия планеты. Нами утверждена национальная концепция перехода к зеленой экономике. Проблемы исчезающего Аральского моря представляют угрозу не только нашему региону, но и всему миру. В результате его усыхания ветер ежегодно поднимает до 75 миллионов тонн пыли и ядовитой соли, которые уже обнаружены в Европе и Антарктиде. При поддержке Всемирного банка нам удалось восстановить северную часть Аральского моря. Мы активно сотрудничаем с ООН и международным сообществом в реабилитации зоны бывшего Семипалатинского ядерного полигона, отметил президент. Израильская артиллерия открыла накануне огонь по сирийским позициям в районе города Эль-Кунейтра у оккупированных голландских высот. Как сообщил информационный портал Сурья-Аль-Эн, удары были нанесены по Набаа-Вафар и высотам Тель-Арнаб возле расположения 90-й бригады. Несколько снарядов упало рядом с административным зданием в городе-спутнике Эль-Баас. До сих пор сведений о пострадавших военнослужащих и мирных гражданах не поступало. Обстрел начался спустя полтора часа после того, как правительственные силы отразили атаку бандформирований в Эль-Кунейтри. В ходе нее, по сведениям Сурья-Аль-Эн, были уничтожены десятки наемников. Сирийская артиллерия выпустила в ответ на израильский обстрел не менее десяти снарядов по позициям противника, говорится в сообщении ТАСС. Шесть самолетов ВВС Франции уничтожили в Сирии лагерь по подготовке боевиков террористической группировки Исламское государство, объявил накануне президент Франции Франсуа Алант. Были использованы шесть французских самолетов, в том числе пять самолетов «Рафаль», приводит его слова радиостанция «Франс-Энфо». Президент Франции пояснил, что удар был нанесен на территории провинции Дер-Эс-Зор на востоке Сирии. Между тем, как отмечают парижские СМИ, ряд экспертов полагает, что ВВС Франции вряд ли окажет существенное воздействие на расстановку сил в Сирии. В результате кораблекрушения судна с мигрантами у побережья Турции погибли 17 человек. Об этом сообщила местная газета «Собах», передает ТАСС. ЧП произошло в Эгейском море у юго-западного побережья Турции. Ранее было известно о десяти погибших. По предварительным данным, на борту находились беженцы, пытавшиеся нелегально проникнуть на территорию ЕС. Подробности инцидента уточняются. В сентябре 2015 года аналогичные трагедии в Эгейском море уже происходили. Их жертвами стали десятки людей. По данным ООН, около 2500 мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести в Средиземном море с начала года. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер будет отстранен от исполнения обязанностей в течение нескольких дней, если не покинет пост добровольно, сообщает AFP со ссылкой на немецкие СМИ. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. Комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении Блаттера, сообщает РИА Новости. К местным новостям. В октябре стартовали общегородские субботники. В них принимают участие трудовые коллективы, студенты и школьники. В эту субботу участники акции наводили чистоту в парках и скверах, а также на территориях школ. Субботники продлятся до наступления холодов. Задача – очистить не только областной центр, но и пригородные населенные пункты от мусора, а также транспортировать его на полигон твердых бытовых отходов. 26 сентября в областном Акимате под председательством Акима области Бердебека Сапарбаева, а также с участием председателя Комитета Министерства сельского хозяйства по управлению водными ресурсами Ислама Абишева, состоялось совещание по вопросу использования орошаемых земель нашего региона. На совещание были приглашены руководители государственных органов, заместители Акимов районов, а также представители аграрного сектора. Как известно, Активенская область относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому в перспективе основное внимание в растении и водстве будет уделено орошаемому земледелию. В связи с этим собравшиеся обсудили вопросы использования и вовлечения в оборот орошаемых земель, а также систем лиманного орошения. Общегородской марафон, посвященный 550-летию казахского ханства, а также 90-летию героя Советского Союза Алии Малдагуловой, состоялся накануне в октябре. В нем приняли участие сотни горожан, которые соревновались на трех дистанциях – на 3, 5 и 10 километров. Путь участников пробега пролегал через проспект Абылкаирхана от здания областного акимата до центрального парка имени первого президента. Отличившимся вручили грамоты и памятные подарки. Праздничным концертом и мотопробегом отметила Актоберадио начало нового эфирного сезона. Накануне в ретро-парке по этому случаю для октябренцев звучали популярные песни, в том числе прошлых лет, под которые собравшиеся и взрослые, и молодежь танцевали с удовольствием. Как рассказал директор Актоберадио Сергей Довголюк, нынешний сезон обещает быть интересным. В эфире будет много конкурсов, возродилось утреннее шоу, появились новые программы. И, конечно же, по-прежнему будет звучать музыка на любой вкус. Более подробно об этих и других новостях вы узнаете сегодня в дневных и вечерных новостях информационной программы «Факт». Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте www.rikotv.kz Актоберадио Сергей Довголюк Актоберадио Сергей Довголюк